Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 марта и вот сейчас я провожу посев огурцов, которые я замочила для получения раннего урожая, который я буду выращивать у себя в теплице. Но поговорить вот в этом видеоролике я хочу не про мой ранний урожай, у меня потом будет еще и поздний урожай в огороде. Я хочу поговорить о тех, еще раз коснуться, о тех людях, у кого нет своего огорода, а покушать все-таки свежих огурцов собственного производства хочется, то есть про огурцы, про урожай огурцов, выращенные на балконе. Я в прошлом году уже снимала видеоролик на эту тему, кто-то выращивал, и все-таки есть возможность вырастить и на подоконнике, но на подоконнике сложнее, потому что в зимний период цвета не хватает, а вот на застекленной лоджии, на балконе очень просто вырастить огурец. Я сейчас вкратце вам расскажу, напомню тем, кто в прошлом году смотрел, а тем, кто не смотрел, новенькие, кто добавились, может быть первый раз возьмутся вырастить огурец. На балконе, на лоджии можно вырастить и томату, и огурцы, и все-все-все, но секрет состоит в том, вот именно про огурец. Тут главное выбрать сорт, не ошибиться, то есть не все сорта можно выбрать для выращивания на балконе и на лоджии. И тут я повторю еще раз то же самое. Тут ситуация у нас похожа вот с моей сейчас, поэтому я именно в это время показываю. Вот когда я выбираю себе для супер раннего урожая, когда будет при закрытой теплице, когда еще не будет ни пчел, ничего, тут очень важно выбрать сорт, который самоопыляющийся. Я вот, у меня сейчас замочены портонаркарпический Настя и какой, из Азуля. Вот эти сорта, не эти, а именно вот такие, которые не сами образуют плоды, и мне требуется опыление, это гибриды обязательно все, но не каждый гибрид является самоопыляемым. И хочу предостеречь тех, кто ни разу не выращивал, главное не подберите сорт, который вот такой засолочный, неженский, парижский корнишон. Им обязательно нужны пчелы, и если у вас лоджия застекленная, ясно, что никакая пчела, особенно если вы высоко на каком-то там, на восьмом, на девятом этаже, никакие пчелы опылять ваши огурцы не прилетят. Огурцы нужно именно или тепличные, или вот для зимнего выращивания, или просто гибриды, где написано самоопыляемый. Все остальное по такой же схеме, как у нас. Вот замочить семена, я несколько дней назад замачивала, замочить можно и в эпине, и в растворе золы, и в любых гуматах. Вам нужно там всего полстаканчика, например, берете стопочку 100 мл, если есть древесная зола, чайную ложку золы, 100 л воды настоится, можете замачивать. Если эпин, также полстакана воды, там всего 2-3 капли. Можно жидкий вот этот черный гумат натрия замочить, там несколько, 20-30 капель на пол-литра, и на ночь замочите. Я проращиваю на ватных дисках, вот у меня осталась одна Настя, я уже посадила в стаканчики, вы видите, и вот у меня зазуля. Зазуля, странно, в этом году все до единого из пачки проросли, и что самое интересное, не проросли только вот такие вот, которые обработаны. Ни одного семечка не получила я, ну ладно. Тут вот тоже начинают прорастать, но с опозданием. Замочили, положили, 2-3 дня, через несколько дней они прорастут, и потом все по той же схеме, как высаживаем мы, у кого есть огород, у кого есть теплица. Грунт я беру обыкновенный, такой же, как для всей остальной рассады. Перегноя, он очень такой, если мы про томаты говорим, что он азотный, вот эти вот не любят, ни подкорки, ни ничего, то сюда вот в огурцы я не боюсь добавить побольше перегноя, добавляю обязательно в землю немного золы, намешаю, раскладываю по стаканчикам, и высаживаю так же, ничем не отличается. Вот это семечко, сантиметр, полтора сантиметра заглубляю, закрываю, все. Сейчас я полью этот стаканчик, и поставлю вместе со всеми, обязательно накрою пленочкой, чтобы верхний слой грунта не высыхал, все. Но про огород на балконе, если мы говорим про огурец на балконе, тут выращивать, конечно, ничего сложного не надо, но тут нужно, главное, подобрать тару, чтобы тара была не мала. Многие жалуются, пробовали выращивать на балконе огурец, один-два зеленец вырастет, и больше не вырастают. В небольшой таре он не будет у вас плодоносить, он не даст много урожая, потому что ему не хватит питания, вот как я говорила, он прожорливый, он любит и подкормки, и чтобы грунта было. И вот в 10-литровых ведрах многие выращивают, но ошибка у начинающих огородников в том, что они пытаются туда 3-4, некоторые даже умудряются 5 огурцов посадить в одно ведро, рассаду, но в ведре в 10-литровом больше 2 огурцов не рекомендуется, потому что им не хватает хотя бы 4-5 литров грунта, килограммов грунта на одного огурца, на одно растение нужно, потому что вы же понимаете, у него будет длительное плодоношение, он будет завязывать, завязывать, завязывать свои плоды, особенно если вот такой, огромные вот такие огурцы, представьте, сколько ему надо питания. Конечно, 5 огурцов там никогда не будет расти, вот даже 2 я садила в ведро, и то мало, один огурец в ведре будет чувствовать себя прекрасно. А так все просто, вырастет рассада 3-4-5 листиков. Как увидите, что она большая, можно или пересадить сразу в ведро, или пересадить в 500-граммовый стакан, потом уже в ведро. Сначала она же будет стоять у вас дома, на день можно выносить на солнце, потом заносить, если позволяет температура, и можно уже в конце концов его потом оставлять на балконе. Но самое главное, отверстие должно быть в дне, потому что сток лишней жидкости обязательно, иначе начнутся корневые гнили, вы понимаете, там застой воды будет. Можно даже туда наложить керамзит или чего-то вот на дно. Потом заполнить вот этим плодородным грунтом, грунт обязательно должен быть плодородный. Он не любит бедные песчаные почвы, нужна именно вот такая рыхлая, такая плодородная, с перегноем земля. Люди добавляют и опилок, и всего, но я ничего лишнего не добавляю, добавляют только вот эту землю черную, перегной и немножко золы, все. Но дальнейший уход вообще ничем не отличается от того, как мы выращиваем, у кого есть огород, вот у кого есть теплица. Его также надо на веревочку, на шпалеру, также его подвязывать или так закручивать, там формировать, как вы хотите, или в один ствол, или там кто ослепляет нижние, там 3-4 пазухи ослеплять, если не ослепляете эти пасынки, тоже растаскивать по всему. Но самое главное, что вы должны знать, вот что объем должен быть немаленький, и что сорт должен соответствовать именно условиям вашим, что должен быть самоопуляющими. А больше ничего сложного нет. Он любит воду, надо следить, чтобы не пересыхал вот этот земляной ком, можно опрыскивать его, ну и там все также по той же схеме. Если какие-то будут заболевания, будете лечить. Если увидите, что листики пожелтели, ослабли, значит его нужно подкормить. Все, желаю вам успеха. Выращивание огурцов на балконе, на лоджии. Многие это практикуют. Я больше чем уверена, сейчас будет много комментариев, которые напишут, что они с успехом уже выращивают на протяжении многих лет вот эти огурцы. И я, так как я все-таки в огороде больше занимаюсь, это касается людей, кто живет в благоустроенных квартирах, и я хотела бы, ну как, выразить свое пожелание, чтобы вы написали тем, кто хочет выращивать на балконе, посоветуйте, пожалуйста, какие вы практикуете сорта, кто какие сорта выращивает, и какие удачные. Потому что тут тоже, может один сорт пойти для выращивания на балконе, а другой не пойти. Я вот зазулю выращиваю, но я выращиваю, конечно, в теплице. У нас нет балкона, наверное, на балконе все-таки немного другие условия, но технология выращивания та же самая. Все, до свидания, желаю всем успеха. Вкусных, хрустящих, ароматных огурчиков. Даже если вы не наедите до отвала, но все равно порадуете своих детей, своих внуков, любимых членов семьи, хотя бы несколько штук, но это будут свои, а не пластмассовые из магазина. Спасибо.